Итак, ребята, вот главная тема. Занимаемся с вами Буфсуновский. Программированием Python год и более описать не получается. Давайте разбираться. Разбираться будем на конкретном примере. Итак, записываем первое задание. Прежде чем смотреть далее это видео, это видео продолжение вот этого вот видео, которое будет в описании, ссылка, да, где было дано задание, которое мы будем рассматривать. Не делаем это и не пишем годами на Python. Как изучать функции Python, с которых мы начали и почему. После уже переходите и слушайте, будет понятен сам контекст. Курс я не буду делать, но просто хочу, чтобы вы поняли, что язык изучать просто. Здесь важен подход. Вот это мы здесь не было, это мы сейчас дополним, да. Итак, сначала я напомню. Дмитрий пришел вот с чем. Хочет научиться программировать. Прекрасно. Самостоятельно прошел основы JS, PHP, прохожу Python. По окончанию хочу создавать сайты и любой сложности. Прекрасно. Есть цель. И самое главное, за все три года плюс, я вот только сейчас от вас узнал, что действовать в программировании это функции. Я их толком не знаю. Ребят, я обо всем об этом говорил в этом видео. Посмотрите, тогда будет понятнее. Итак, мы в прошлом видео изучали порядок изучения. Но все состоит из мелочей. Там мы не могли. Сейчас есть конкретное задание, которое выполнил Дмитрий. Суть задания заключалась в том, что он должен был, не должен, он себе должен, описать файл реальной библиотеки. Он его описал. Что здесь надо сказать Дмитрию? Давайте скажем. Дим, то, что начал делать, молодец, пять с плюсом. Ну, а сделал накол с минусом. Это нормально. Вот теперь занятие за занятием вы будете расти. И сами потом посмотрите вот на этот файл, который описали. И то, что будет происходить у вас в мозгах. Почему кол с минусом? А это, чтобы вы запомнили. Поэтому выключаем видео, достаем лист бумаги и ручку. И записываем. Но прежде чем записывать, я сейчас объясню вам сначала, чтобы все поняли и вы доперли сами. Вот вы писали, что когда мы говорили о даче в том видео, вы мне написали письме, что вот действительно я на дачу приезжаю, я могу легко все осмыслить. Тогда, Дим, я задаю вам вопрос. Представьте себя, вы приезжаете на дачу, весна, надо все садить, подготавливать грядки, а вы начинаете крышу красить. Потом пришло лето, осень, а ничего не выросло. Почему? Почему? Тогда спрашиваю вопрос напрямую. Я проговорил в видео, что цель должна быть сформулирована вами. Какую цель вы преследовали, когда описывали этот файл. Как эта цель соотносится с заданием изучения функций? Мы с вами разобрались, что будем изучать параметры функций. Зачем? Да вот, Дим, подсказываю, не буду вас мучить. Первая задача, которую нам надо достичь, это чтение кода. Ведь как происходит первый шаг, первый проблеск, когда вы начинаете верить, что вы станете программистом? Это произойдет через две недели уже. Как это произойдет? Когда вы проработаете функции, как мы с вами разговаривали, и уже будете считывать это, да, то вы по-другому опишите этот файл. И вдруг случится то, что вы начнете узнавать, что есть что. Этот файл для вас приобретет совершенно иной смысл. Почему он приобретет? Вот это уже иной смысл. И будет чтение кода. Вы продвинулись. Но благодаря чему вы продвинулись? Благодаря тому, что у вас цель, в данном случае в уроках со мной, рождается в голове. Ранее, почему вы не писали три года плюс? Вот я нарисовал кружки. Вы читали книги, смотрели видео. Далее, читали статьи. И пока вы читали, что-то понимали. Вопрос сейчас задаю. А как то, что вы читали, относилось к вашему личному опыту? Как это встраивалось в вашу систему в голове? У вас был порядок? У вас была вот такая вот каша, броуновское движение мыслей. Программирование, Дима и другие ребята, начинается с того, что человек пишет сразу. Сейчас вы будете писать сразу, изучая функции. Но для начала надо определить цель. Итак, когда у вас появляется цель чтения кода, вы должны знать. Сначала, вот как ребенок. Ребенок же, он же не знает ни правил, ничего, но он начинает говорить. И он понимает, о чем говорит. Вопрос. Как вы собираетесь писать код, если вы его не можете читать? Записываем. Те, кто сидит сейчас и смотрит это видео. Не надо смотреть и просто там, не знаю, пить кофе, есть булку. Это ешьте. Ручка и бумага есть. Да еб же ж твою мать, нет этих вещей, писать не будете. Это система работы с кодом. Это третья причина. Открываем код. Проходит месяц. Смотрим. Вот три года прошло, да? Вот Дима изучает. Не сдвинулся. За две недели сдвинем. Уверен, задалки не ходи. Все ребята, которые учились по этой системе, все стали программистами. Кто-то в банках работает. Кто-то, я помню, первый парень начал табло для Python программировать. Мне так запомнилось. Работа. У каждого свое. Так вот, открываем код. Полгода назад открывали. Три месяца назад. И код не меняется. Что надо менять? Систему работы с кодом. Это то, что относится. Записываем. Писать. Все писать. Вопрос, который. Дим, вспоминаем дачу. Вот вы написали про дачу. Весна. Надо садить. Садить. Ну, как это? Культура. Морковку, картошку. Вы меня поняли. Дим, представьте. Приезжаете вы на дачу. У вас грядка. С того года, да? Там еще трава наверху. Вы взяли там какую-нибудь палку. Натыкали туда зерень. Все. Я поехал. В принципе, посадили. Ну, посадили. Посадили. И все. Осень ничего не выросла. Почему? Потому что действий никаких не было. А вы почему-то, наверное, что делаете? Скапываете, разбиваете землю, подготавливаете, удобряете. А зачем вы это делаете? Отвечайте сейчас себе. Зачем? Ответили? Так вот. Понимаете? Не надо откидывать то, что ага. Если мы будем изучать, читать книги, мы будем писать. Не будете. Не будете. Проградку вспоминайте. Смотрите. Все очень просто. Когда вы изучаете, смотрите видео, они все полезные. И классные ребята. И я уверен, на занятиях, на курсах тоже опытных преподавателей очень много. Просто вопрос, что для ученика, когда произносят слова, они остаются словами. Нету чего, смысла и значения относительно вашего опыта. Вашего зачем. То есть, вот это все, что вы посмотрели, один, два, три, забили голову информацией, да? А в результате вы все забыли через два дня. Это не хранится в памяти. Почему? Потому что оно не привязано к какому-то ядру у вас в голове. У вас оно не привязано, зачем оно вам? Просто делали. Пока делали, понимали. В голове формируется запрос. Почему я говорю? Изучение программирования, то, что я вам сейчас помогаю сделать, начинается с того, что вы. Что делаете? Определяете цель. Цель определили. Я буду, сейчас обработаю файл. Зачем? Для того, чтобы через две недели опять его переписать и увидеть свои изменения. Буфсуновский предлагает мне изучить параметры функции. Посмотрел вот это видео, я, в принципе, понял. И буду сейчас делать. И я делаю. Я вижу, что вы уже делаете. Молодец. После того, как вы пройдете функции. Но, Дим, здесь открываем и пишем системкод. Я говорю, системкод. Система работы с кодом. Но я называю системкод. Сейчас объясним. Тут тоже надо выработать критерий. Как вы будете обрабатывать функции. То есть, считывание по взгляду. Отлично. Если есть конкретная цель. Значит, мы совершенно свободно можем открыть файл и видеть. Сельф. Это метод. Именованный параметр. И так далее. Считывать. Нам не надо для этого времени. Мы это знаем. Отсюда начинает файл петь. Отсюда происходит смысл. Отсюда мы сразу считываем переменные. Но это работа с классами. То есть, все пошло по-другому. Ваше описание изменится. Стоп. Вот оно. Первый признак, когда вы понимаете, что вы писать можете. Когда вот эти две недели пройдут. И вы посмотрите на код, как это было у дурака Бурсуновского. Ведь я 7 лет до этого способа обучения доходил. Нет. 2008-2017. 9. Поэтому самый дурной из вас я. Сразу скажу. Самый тупой. Но вам 9 лет этих не надо терять. Вы в жизни так делаете на самом деле. Поэтому все вы умнее меня. Сразу скажу. Это насчет того, что надо быть очень умным. Самый тупой это Бурсуновский. Запомните. Просто очень много у меня было желания. Это вот как у Димы. А Дима уже молодец. Я тогда файл делал. Дим, где бы я сейчас был? Ох, где вы будете через 9 лет? Дай вам Бог. Молодым. Все вперед. Ребята. Ведь у меня это было. Как? Год не помню. Но помню. Открываю. То ли по HR-ам туда было. Я открыл тогда именно... Джанго проект. Я до Джанго занимался, ничего не понимал. Боже мой. Как это можно вообще что-то выучить? Так. Открываю файл. Зову жену. Света! Что это? Она говорит. Она говорит. Херня некая написана. Ну, чипа такого. Я говорю. Это строка. И я споймал тогда себя на выстреле, что это не просто кавычки. Это строка. Ох, сколько было настроения. Но на самом деле, вот в этот момент происходит намного больше вещей. Вот здесь рождается ваша уверенность и первые шаги. Вы становитесь реально программистом. То есть, уже первые шаги. Осмысление. Почему? Смотрите, когда вы ставите цель... Вот как мы с вами делали? Еще, еще проще объясню. Смотрите, повторю маленький момент. Вот мы открываем документацию, да? Открываем тот реал. Мы могли поступать так, как поступали вы ранее. Пойти по порядку. При этом, каков наш замысел? Как это помогает формированию нашего ядра? Объясняю вам, Дим. Ну, чтоб вы поняли. Приезжаете вы на дачу. И начинаете. Так, лопата, БСЛ-110. И так, черенок из там ольхи или черенок там из этого. Вы этим занимаетесь? Нет, не занимаетесь. Вы, если собрались копать грядку, то лопата для вас средство. Согласитесь? А из чего там черенок сделан? Абсолютно сейчас не важно. Поэтому мы с вами начали. Аж в середине с функции. Зачем мы начали? Потому что все программы состоят из функции. И функция это мини-программа. Мы с вами разговаривали. То, к чему можно создать как ядро. Ну, я говорил в том видео, которое я говорил. Поэтому посмотрите все. Итак, система работы считывать по взгляду. Вторая вещь. Вызвать функцию. И исключение, связанное в первую очередь с параметрами. Все. Три вещи. На автомате. Поэтому, если вы будете делать функции, это мы там будем смотреть, когда вы будете работать с функциями. Если вы этому уделите, как большинство людей, проходя на курсах, одно занятие уделили функциям. Вопрос, писать будут? Нет, не будут. Потому что функция это то, что параметр, то, чем мы размышляем, то, чем мы думаем, то, что мы куда-то подставляем как переменные. То есть, лишили себя. Второе. Надо все описывать. Вот сейчас вы, когда вы будете описывать, зачем писать? А затем, что получится, как и тогда, как сейчас. Вы написали что-то, но ничего не объяснили. А знаете почему? Слов нету, Дим. Потому что вот этот навык надо развивать. То, что вы будете делать, надо описывать. Я присваиваю значение, это параметр, который требует передачи, обязательно, либо не обязательно аргумента, и так далее, и так далее. Описывать. Тогда, когда вы будете все это описывать каждый день, то тогда у вас код начинает обретать смыслы. И они у вас уже в голове. И вы их легко представить можете. Тогда вы пойдете в магазин и сможете далее рассуждать над кодом. Но если это не делать, то у вас навсегда останется тот уровень, что открываю код, понимаю, закрываю, ничего сказать не могу. Когда начинаете что-то себе планировать, оказывается, слов нету. Это тренировка. А тренировка сам просто по ходу изучения. Пока все, ребят, хватит. Все это очень дорого стоит, на самом деле, дорогого. Итак, Дмитрий, мы с вами определились в двух вещах сегодня. По крайней мере. Что вам надо все описывать, как вы будете делать функции. И самое главное, самое главное, что сейчас вы работаете над функцией для того, чтобы, что сделать? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Читать код. А зачем вам это нужно? Прежде чем писать. Это первая причина. Еще один секрет. Работа с документацией. Что здесь было сделано неправильно? Неправильно. Смотрите. Помните, видео я вам говорил. Работа с документацией. И писал, когда в нашей переписке, я вам писал, что работа с документацией. Вы ее не открыли. Здесь я не увидел ссылки на документацию. А здесь хорошо бы было, если в файле вы добавили. А ссылка на документацию там-то, там-то. Вот здесь дописываем. Работа с документацией, дополнение кода, сейчас объясню. Это часть работы программиста. Как думал бы Увсуновский, что я пойду в эту документацию, я там ничего не понимаю. То, что вы будете понимать, я в этом не сомневаюсь. Потому что вы изучите функции, методы, и это все будет легко считываться между строк. Посему, вперед, на тога, и ищем документацию виндов. Это все довольно легко ищется. После этого понятно вполне, где его искать, да? Давайте посмотрим. Конечно же, это будет здесь. Открываем и видим параметры. Если нам что-то непонятно, мы открываем код, и при умении читать, читаем вот здесь, что, каким типом данных является, мы себе получаем ответы на все вопросы. Хотя это есть. Дальше мы смотрим методы. Сейчас я это не делаю. В результате документация читается прекрасно. Мы понимаем, как писать. Следующий момент. Дим, почему я учу работать сходным кодом? Потому что на гитхаб тысячи проектов. Вот там надо учиться, как писать код какой. Именно там. С разных проектов. Но не с книг. В книге описывается простой проект, как правило, он не рабочий. В книге вы не научитесь писать ничего. Следующее. Почему я дал вам вот этот? Джанго. Разработчики. RussellCateMagie. Основной разработчик. Вот это Toga. Это его проект. Поэтому этот файл я вам еще дал для того. Это уже систем-коды. Как писать? Как писать? А вы вот смотрели так? Нет, вы так не смотрели. Вы этого не знали. И не знали дальше. Как писать? Код. Оформление и все-все прочее. Смотрите, как человек делает, как располагает, как называет, что применяет. Это же профессионал высшего класса. Вот и учитесь у него не с книг. Вот вам реальный проект. Просто сейчас надо знать. А походу это будет приходиться. Да? Будет все проще, проще, проще. И вы будете находить вдохновение вот в этих проектах. Проект ведь строить сегодня просто. Не надо, если есть идеи, взял одну, вторую, третью, собрал свое. Смотрите, сколько мы с вами задач вам наставили. Ну, хватит. Итак, первая наша задача, мы читаем код. Наша задача поставлена, смысл. То есть, функции мы изучаем для того, чтобы читать и писать код. Параметры функций, в данном случае, мы решили начать с них. это средство для того, чтобы читать код. Почему? Потому что без параметров функций, в данном случае это методы, но в Python это те же функции, только с первым аргументом self. По self вы тоже написали, то здесь есть вопросы. Отсюда начинается логика, отсюда начинается смысл. Не верите? Давайте посмотрим с другой стороны. Открываем Django, ведь это вы изучаете что? Вы сейчас изучаете сам Python, но потом вы перейдете к написанию совершенно реальных проектов. И если мы правильно учимся, то должно происходить что-то в виде этого. мы собираемся написать страницу поста. У нас есть два параметра. Прежде чем их написать, мы собираемся написать страницу. Мы что делали, Дим? Правильно! Перестали обходить документацию, сказали, а вот хрен вам, я вот буду, не понимаю, а буду. Ага, принятие решения здесь самое важное. А понять дело техники, гадалки не ходи. Давайте мы попробуем, как мы должны бы размышлять. Джанго. Чего, ребят, кто изучает Джанго? Куда мы сейчас пойдем книжки читать? Ёб же ж твою мать! Взяли и спокойно пошли вот сюда, если вы начали изучать Джанго, сначала надо найти что? Вот это! Реквест респонс. Что такое сайт? Вот ссылка. Я нажал ссылку, пошел запрос. Страницу вижу вот уже, пришел ответ. Нет страницы такой. Та я моя! Нет такой страницы. Нет такой страницы, да? Допустим. Нет но фут. Ответа нет, но вернуло ошибку. Это то же самое, что будет происходить вот здесь. GetObject Or 404, да? То есть либо объект, либо ошибка, исключение, да? Ребята, вот Джанго начинается именно отсюда. И любые веб-приложения, смысл их в одном, есть запрос, есть ответ, все остальное потом. Все начинается с запроса ответа. Записываем. Уже бумага есть под руками? Бабу Дума Там Руха сразу говорю. Я сам по себе мое обучение это просто личный опыт, поэтому ну, конечно, жена на меня ругается, если я там ругаюсь, ни в коем случае, ребят, я сказал, самый тупой из нас всех это Бовсуновский, потому что долго. Смотрите, ребят, вы сейчас берете Юпитер, Юпитер ноутбук, и все это проделаете, разбираетесь с документацией. Так, Дима, давай решать вопрос. Мы же здесь ничего не понимаем, а так ли это? Это пока не понимаете. А когда будем проходить функции, методы, классы, вы все будете понимать. Здесь же все написано. Что написано? JohnGash.ttp. Отлично. Смотрим. Набираем. Вот есть. Поехали. Джанго открываем. Поехали. Смотрим. Джанго. HTTP. Ищем. Что мы будем искать? Во-первых, мы будем искать класс HTTP Request и библиотеку Джанго.http. Вот она. Вот наш Request. Что будем смотреть? Но пока нам нечего смотреть с вами. Но я думаю, скоро увидим. Попадалово. А-а-а. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Работу, зарабатывать начнете. Кому это надо? Так, будете ходить по Гугу себе. И открыли. Божечки ты мой. Все на места осталось с первого взгляда. О-о-о-о. Как все просто. А вы о чем? О чем я? Да и о своем. О своем. О своем. О программировании. Сейчас. Давайте-ка попробуем набрать эту тему. Оба-на. Поехали, да? И поехали. Все. И плаваем. А дело-то было в простом. Открыть аж теперь реквест и посмотреть. Боже мой. Так это же атрибуты. Все на места моментально стало. И больше вопросов нет. Открываем документацию и все четко понятно. А вы на... А то пол интернета я смотрю и ищет. А что ж это такое? Реквест, а что пост, а что гет, а как это работает? А в книгах вот приходил ко мне парень на индивидуальное обучение учиться и говорит, вот я тут не понимаю. В книге автор пишет, это нормально, здесь не надо ругать автора. Будем говорить так, процентов 90 авторов не понимают. Действительно, процентов 10 просто понимают, что если это все будет описывать, то это будет десятитомник. Пишут, ну, это делает то-то, то-то, то-то и все. А что происходит, как это работает, непонятно. А здесь вложено довольно много знаний, да? Класс, атрибут, метод. Так, смотрите. Получается атрибут, а метод, метод вообще Python, чистый Python, ребят. А потом человек вообще уже запутается, потому что дальше пойдет Джанго откроет документацию и начнет себе спрашивать. И тут найдет Гет, а это тот, не тот, Гет и там. Ну, давайте, а мы залазим в документацию и смотрим. А действительно, сейчас поиска нет, я открыл немножко по-другому, да? тут есть разные, да? Дальше поехали, 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 Гетпорт и так далее. Но на самом деле, на самом деле, давайте закончим. Смысл в одном. Документацию мы используем совместно с исходным кодом. Тогда становится все понятно. Перестаньте обходить, ребята, документацию. Это уже на полном серьезе. Закончим здесь. Закончим здесь. Поэтому, когда я бы хотел писать, то я бы на простом примере, просто сейчас это пишем, что мне надо было открыть? Открыть эту функцию. Но так как Дмитрий у нас программистом точно будет, так как учится у Буфановского, тут гадалки не ходи, потому что не первый. Открываем Джанго. Когда мы начинаем пользоваться документацией, мы привыкаем. Открываем Shortcast и ищем нашу функцию GetObject. Что нам надо было посмотреть? Абсолютно верно. Ответ на вопрос, зачем то параметры изучаем? Обязательный позиционный параметр, который требует обязательного позиционного аргумента класс. Раньше было то написано в предыдущих документациях, сейчас исправили класс. Класса сейчас уже вообще понятно, да? Все считали класс ArcQuars, то есть любые позиционные, любые именованные аргументы. Абсолютно все встало на места. Пишем у нас модель Post, класс Post, дальше нас ПК. Ранее говорили об этом, сейчас не день. То есть идет нормальное размышление. Надо изучать Python, Дим, делайте вывод. Перейдем к вашему файлу. Итак, Дим, что написали, это прекрасно. Вижу, делают, как обычно делают. Пошли сверху. А я бы хотел, чтобы в будущем вы написали замысел файла. В чем замысел? Что здесь отображено? Вот то, что сейчас касалось описать, здесь все правильно, но надо описывать немножко по-другому. А вот здесь создана особая переменная константа, это прекрасно. Это конструктор знают точно, это все знают почему-то, да, что init это конструктор. Как и почему он работает, не знают. Но это будем. Скорее всего необходимо для внутреннего использования. И вот тут мы видим то, с чем мы сейчас собираемся работать, параметры. В принципе, они бы вам дали ответы на все вопросы, да, и дали бы весь замысел вообще вот этого всего файла. Теперь становится, наверное, немножко понятно, да, почему мы начинаем изучать параметры функций. Стоп! А здесь же метод. Получается, изучая параметры функций, мы сразу решаем вопрос параметров методов. Точно. Решаем. Но это еще не все. Итак, Дим, поняли. Вы будете изучать параметры, а потом опишите файл этот совершенно по-новому. В классы пока не лезьте. Это не так важно пока. Ну и дальше можно почитать. Эти записи выступают за свойства класса и принимают соответственные значения. Поэтому говорю, пишите. Пишите код. И слово выступает, а у вас уйдет со временем. Это все сейчас нормально. Просто пишите, что вы делаете. Вызывается функция, принимая следующий позиционный аргумент. пусть будет так. Это нормально. Для начала нормально. Пять с плюсом. Молодец, что пытались делать. Дальше будем улучшать. Дальше я где-то тут я хотел кое-что посмотреть, что мне очень не понравилось. Так резануло, что я кофе не захотел. Вот поставил просто и начал надо это исправлять. Шучу, Димка. Шучу, шучу. Но сейчас найду то, что мне очень не понравилось. Вот. Это конструкция, которая в себе принимается, создает заранее известные параметры. Сельф выступает в качестве самого объекта. Вот тут приплыли. Димка, это абсолютно не так. А что такое DEV? Ключевое слово. А что такое INIT? Ключевое слово. А что такое ID? Ну, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Это все объекты. Дима, это все объекты. И вот это объект, и вот это объект. Это все объекты. Ну, да, не заморачивайтесь, потому что сельф мы еще дойдем. То есть все надо править. и мы поправим. Определение особого декоратора. Точка. Абсолютно верно. Дим, вполне нормально. А теперь, то есть вы видите, что работать нам нужно и работать. Потому что давайте посмотрим на дачи. Здесь будет что-то расти. Приходит осень, смотрим, а там полынь. Или там чего-нибудь выросло, да? слушай, давай картошки жене пожарим. А на эту там чего-то посадили, а кто смотрел? Никто не смотрел. Особое что-то посадили. Дима, вот поэтому надо работать. Ну, приятно считать. Вызывай метод клейк, клейк, контент. Приятно. Самому приятно. в общем-то, Дим, первое, что вы от себя ждете, да, чтобы у вас в первую очередь открыл файл и понимать, чего вы там будете смотреть. Смысл. Смысл всегда начинается, потом вы мне ответите. Все остальное дальше логика. Но смысл мы говорили откуда начинает. Вот поэтому все начинаем с параметров. Пересмотрите видео, где я рассказывал поджанга и еще раз сформулируйте для себя, зачем вы будете проделывать функции и начинать с параметров. Дальше сформулируйте еще одну цель, которую мы формулировали. То есть чтение кода это понятно. Кроме этого сформулируйте свои цели. Кроме этого учтите и сформулируйте то, что я говорил, как он пишет код Russell Kate Maggie. То есть все это постарайтесь записать. И постарайтесь вот именно когда будете все это обрабатывать, постарайтесь все это учитывать. А сейчас подведем итог. Итак, действия, которые мы сейчас делаем, вы не делали три года. А вот сейчас мы попробуем хотя бы в течение месяца и посмотрите свой уровень. А потом мне и ребятам расскажете. Вывод, который можно точно сделать. Я вам говорил, что надо посмотреть вот это видео, из него будет понятно. порядок изучения у нас изменен. У нас появился замысел. Мы формируем цель. Форма обучения. Я мог бы вам дальше рассказывать, но что я вам говорю? Дим, делаем сами. То есть приобретаем опыт с единственным то, что мы сейчас попытались в этом уроке понять, что вы сами определяете, зачем вы это будете делать. Я вам немножко помог, но у вас появилась какая цель. Первое, чего вам надо достигнуть, это чтение кода. Прошли параметры, открыли файл, проверили. Боже мой, вижу, понимаю, читаю, здорово. Вот это уже началось программирование. И уже это никуда никогда не денется. Какой бы файл в любом языке открывали, вы будете параметры читать. Если вы заходите в другой язык, то что мы делаем? Изучаем параметры, начинаем писать по справке сходу, потому что мы потренируемся. Дальше пока не говорю. Если человек, я вначале приводил пример, проходит месяц, два, три, он открывает, а кода знакомого нет. А мы с вами уже в этом уроке сколько задач поставили? Только работай, и все пойдет. то есть у нас будет меняться знание. Почему? Потому что мы сформировали цель, и то, что я говорил выше, правильно? То есть мы начали работать на системы работы с кодом. А система работы с кодом, что это значит? Это значит кода, который будет понятнее, должно становиться больше. и в конце концов вообще у нас должны быть выработанные действия, если мы чего-то не знаем, что нам делать, куда идти, зачем идти, как идти. По сути дела, я вам не говорю, что-то надо учить. Я вам говорю о другом, что надо разбираться, а дальше просто использовать справку и писать по ходу. Дальше мы с вами, кроме этих задач, определили на дальнейшее, что мы будем описывать, если хотите, да, и зачем мы это будем делать, то, что мы делаем. Далее, каким образом мы будем работать с функциями из параметра, мы тоже с вами определили, чего мы должны достичь. Вот то, что здесь написано, открыли файл, посмотрели, да, работает, но это еще не все, там будет, когда работать, там и расскажем, сейчас это будет непонятно. и те знания, которые вы приобрели за три года, потом обязательно встроятся в ту вашу систему, которую вы сейчас выстроите в голове, наведете просто порядок. Итак, ребят, я рассказал только, рассказываю только мелочи, на самом деле все много, поэтому, конечно же, кому интересно, приходите в школу, spb-tu.ru, я рекомендую работать сразу из блокчейна, он потихоньку идет, но работа и с джанго, и с блокчейн, блокчейн первым будем писать на джанго, там внизу, там внизу есть ссылка где 400 BVN, это где-то 9,5, а так 6,5 тысяч российских рублей, соответственно, там 400 260 BVN белорусских рублей, но лучше за 400, да, вы купите, будете и работать в блокчейн, и с джанго, и с пайтом, пока скидка есть, как там будет, не могу обещать, что будет пока есть, еще, Дмитрий, я тоже люблю, допустим, свои какие-то клиенты, но есть еще такая вещь, как Blue Mile, попробуйте, просто в чем его суть, смотрите, он собирает цепочки, вот я открыл, вот где я писал по урокам, да, что я объяснял, они все в цепочке, не разрозненно, вот он очень удобен, будет вам работать, для работы с группой, да, вот, я писал только что вам, да, и вот все в цепочку вложилось, то есть у меня нет кучи сообщений, поэтому попробуйте, там для всех Windows, Max, Linux есть, да, можно скачать, просто попробуйте, можно черный, можно белый вариант, все как хотите, это такая вещь, также еще есть видео крутой Python, я здесь собрал, оно тоже будет в описании, подборка видео, посмотрите, которые вам могут понять, помочь понять, ну, сдвинуть, да, взорвать мозги сейчас, то вы уже, я уверен, что в процессе этого занятия уже поняли, что вы измените подход, но здесь я набрал, чтобы немножко вас поколбасило, чтобы вы так встряхнулись и подумали, да, действительно ведь, это год изучать, я тут вот показываю ребят, которые, допустим, на платном, да, занимались через месяц, что они писали, я думаю, Дмитрий, если будет заниматься, будет результат, однозначно, Дмитрий занимается бесплатно, в группе я работаю бесплатно, ребята, в группе, то есть покупайте к видеоурокам, и, но здесь есть несколько, я человек очень занятой, но не серьезный, да, я не люблю серьезность, да, я всегда не серьезный, потому что я всегда играю с детьми и все, поэтому серьезный у нас кошечка Басик, ну, кошечка Басик, так говорим, потому что думали, что кот оказалась кошечка, но Басик уже оставили, так вот, ребята, с тем, кто активно работает, мало людей работает в группе активно, сразу скажу, вот сейчас работает Денис, неплохо, да, которого прорывы пошли, начал писать, он написал именно, вы в этих видео посмотрите, я рассказывал здесь про Дениса, да, что человека Дениса, допустим, что мысли пошли, мне понравилось его слова, что наконец-то кот пошел с головы, а не с гугла, потом его фраза была, что такое ощущение, что ходил, как он там сказал, смотрел тысячи, но нигде не мог найти начало, сейчас все, а я пришел, когда Денис пришел, вот то, что я где-то в этих видео рассказывал, я вижу, что готовый программист, надо просто собрать в голове, все действительно пошло, поэтому, если когда-то закрадывалась мысль программирования, вот занимаюсь, это не для меня, ребят, просто вы поняли, надо изменить подход, вот то, что я вам рассказываю, там мы поговорили, вроде много, кто-то меня обвиняет, что я много говорю, я просто пытаюсь все объяснить, потому что я в первую очередь говорю на аудиторию людей, которые новички, спасибо за доверие, понравилось видео, делайте, и ставьте лайки, приходите в школу, учитесь, все будет нормально.